Мы решили и себе сделать подарок. Небольшая предыстория. Мы очень давно просили этого человека именно в нашу передачу. Мы хотели с ним побеседовать, познакомиться. Но правда, настоящая звезда сегодня у нас в студии. Я даже волнуюсь. Сейчас я и могу волнуюсь. Настоящий праздник случился. Но правда, когда чего-то очень хочется, оно все-таки сбывается. Поэтому мы сегодня этот день начинаем в компании, ну правда, преднестровской легенды футбола. Когда-то вратаря футбольного клуба, Шериф сегодня, это тренер вратарей футбольного клуба, Шериф Сергей Пащенко с нами сегодня. Доброе утро. Доброе утро. С праздником. Спасибо большое. Вас также. Доброе утро. Хочешь сказать, Сергей Юрьевич, у нас вот в этом смысле вопрос. Вас как ребята называют? По имени-отчеству Сергей? Может быть, босс? Нет. Мастер, не знаю, учитель. Даже иностранцы уже привыкли к моему отчеству. Поэтому в этом плане, да, когда уже перестал активную карьеру игрока, перешел на тренерскую деятельность, то даже иностранцы выучили моего отчества. Сначала им давалось это, конечно, сложно. Но сейчас уже все привыкли. Привыкли. Освоились. Это хорошо. Мы искренне говорим о том, что вы для нас действительно легенда нашего футбола преднестровского. Абсолютно искренне. Мы прям получаем удовольствие от того, что мы сидим здесь с вами, потом фото попросим совместно. Да, знаешь, давай, я просто, можно встану и прямо во время записи к меня сфотографируешь? Потому что да, это здорово. Ну а вы себя вот ощущаете? Вот этот груз успеха, да, определенного такого своего пути большого здесь у нас? Чувствуете себя, ну, суперзвездой, но в хорошем смысле этого слова? Ну, не знаю. Навряд ли, если честно. Я привык более жить проще. Я не знаю, как правильно. Я не ощущаю себя ни легендой, ни звездой. Есть люди, которые гораздо больше, наверное, сделали. Тот же Важа Тархнишвили для этого клуба. Я все-таки уходил, приходил. А Важа Эдуардович, он провел всю свою практически замечательную карьеру в этом клубе. Столько трофеев принес этому. Поэтому, а я считаю себя распольчанином, человеком, который здесь вырос, родился. Мне приятно быть частью этого клуба, частью истории этого клуба. Тем более, вы сами знаете прекрасно, что в прошлом году какое чудо свершилось. Да, мы поучаствовали в групповом этапе Лиги Чемпионов. Наконец-то мечта многих людей сбылась, особенно руководство клуба. Поэтому, не знаю, я себя легендой не ощущаю. Ну, на самом деле, это очень здорово. И именно, мне кажется, скромность, это есть черта легенды. Поскольку, если ты сам себя... В общем, мы настаиваем. Добрый день, я легенда. Если ты так начинаешь делать, наверное, с тобой что-то не то. Да, мы настаиваем. Узнают вас часто? Ну, узнают, конечно. Я же распольчанин. Очень много друзей, знакомый город. У нас небольшой, но очень добрый, очень красивый. Я люблю свой город, и поэтому... Я жил в разных городах на протяжении своей игровой карьеры. Но всегда тянуло домой, честно. Это непередаваемое ощущение, когда ты возвращаешься после долгой разлуки со своим любимым городом, со своей семьей, возвращаешься сюда. Это круто, это здорово. И я всегда хотел здесь жить, и всю жизнь готов здесь прожить. Пускай наш город светет. Здорово. Это вообще здорово. Ну, 25 лет, правда, срок для клуба, наверное, небольшой, если говорить о каким-то общим мировым меркам. Историческим, да. Историческим, да. Но, тем не менее, это тоже определенный, в общем-то, большой путь. Вы можете вспомнить, ну, какое-нибудь самое яркое для вас лично событие, связанное с футбольным клубом «Шериф»? Что-то, что вот на всю жизнь... Ну, понятно, что много, может быть, нескольких каких-то этапов, или прям был какой-то такой запоминающийся навсегда. Ну, если начинать в плане хронологии, наверное, это все-таки первый момент, когда я сыграл, дебютировал за футбольный клуб «Шериф», это очень яркое впечатление было. Потому что мы играли, еще принимали свои игры домашние на городском стадионе Тираспольска, в республиканском, и это была игра против «Зимбру». На тот момент это, ну, игры считались просто как классика молдавского футбола, и уровень «Зимбру» был очень достаточно высок, и мне пришлось дебютировать, потому что основной вратарь Александр Кириллов получил травму. И против «Зимбру» в Кубке страны эмоции... А, то есть такой ответственный матч тут сразу... И очень много, там же трибуны близко, как бы город, в центре города, очень много болельщиков, родственников, отец, то есть, ну, как бы, переживания внутренние очень были большие, но на тот момент у нас тренер был Михаил Стайкицы, и он очень, как сказать правильно, очень сильный психолог, да, и как-то он со мной так перед игрой буквально за два часа пообщался, что куда-то все страхи, все переживания ушли, мы 2-0 выиграли, и это вот первое яркое впечатление, которое вот оно прямо до сих пор еще, как будто вчера ты его прожил. Это дебютный футбольный клуб «Шериф». Второе, наверное, яркое впечатление – это победа в Кубке чемпионов странца дружеской, то есть первый кубок, когда... И тогда турнир действительно был большого уровня, то есть и «Локомотив», и «Динамо», и «Шахтер» – команды привозили свои лучшие составы, и победа в финале, нацконто это... До сих пор это... Да, мы буквально сегодня вспоминали. Кристиан Тудор, да, что они творили, да. Просто как здесь, просто бушевали люди, и это было невероятно. Мне кажется, это был тогда какой-то национальный праздник в республике. Да, да, нас встречали. То есть это правда было что-то вообще потрясающее. Вот на уровне, когда мы попали в групповой этап Лиги чемпионов, то есть по эмоциям, по воодушевлению людей, как нас встречали, то есть это примерно плюс-минус сравнивая вещь. Я вот тоже была ребенком, но я помню эти ощущения, все говорили об этом. Это было что-то фантастическое, невероятное. Мы тоже обсуждали, что, по сути, до «Шерифа» же этот кубок выигрывали только «Московский Спартак» и «Киевская Динамо». Ну, да. Ну, то есть такие на постсоветском пространстве клубы. Очень матерые игроки, конечно. Турнир был реально очень высокого уровня. Это на то время считался одним, наверное, из самых сильных турниров постсоветского пространства. Это да. Тоже такая веха, правда, которую запомнила вот республик абсолютно все и навсегда. Ну, вот у вас, знаете, такая, мне кажется, даже чуточку киноистория успеха такая, в том смысле, что, ну, вы действительно терраспольчанин, да, вот как бы, условно говоря, мальчишка, который любил с детства футбол, да, где-то вот просто наблюдал за футболистами, тренировался на простом. Мечи подавали. Мечи подавал, да, на таком простом городском стадионе, да. Это сейчас мы как-то вот привыкли, кажется, что, да, такие условия у «Шерифа», как вот, да, спорткомплекс, они были всегда, но это же не так. Начиналось это все как раз на… Это довольно-таки далеко не так. Не так, да, начинали все на городском стадионе. То есть вы вот эти вот все этапы любви к футболу прошли, ну, правда, такая киноистория успеха, да. Становление легенды, да, действительно. Вы когда вот в футбол влюбились? Вот когда вот этот был момент такого мальчишеского озарения, не знаю, влюбленности такой в спорт? Мы жили на Кировском, и тогда, в принципе, гаджетов не было, интернета не было, и мы все свое детство, в принципе, с моими друзьями, вот Виктор Васильевич Михайлов, он тоже сейчас тренер футбольного клуба «Шериф», и в 15-й школе две футбольных площадки. Вот все свое время мы проводили там, то есть с отцами, с друзьями мы играли взрослые против молодых. Ну, то есть весь день мы были там. То есть это первая, наверное, такая встреча с футболом, когда я прямо загорелся. Оттуда мы уже все вместе, нас было трое. Ребят, Слава Кабанец тоже играл в футбольном клубе «Шериф», и вот мы троеем с Кировской, оттуда вместе приняли решение идти заниматься все-таки футболом. Попробовали, потом на какой-то момент это как-то все постыло, мы перешли в легкую атлетику, ну, как дети, то есть мы пробовали себя во всех направлениях. Потом новый вид спорта появился рядом здесь, с нами, на городском столе бейсбол, я еще себя там попробовал. Поэтому, ну, окончательно уже, наверное, когда мы попали в спорткласс уже, раньше еще были спортклассы в седьмом классе, когда в нашем классе весь наш возраст учился, и вот наш тренер Виталий Владимирович Яцкого, конечно, он с нами очень много работал. Мы тогда этого не понимали, а сейчас, по шесть лет, когда сам начинаешь работать тренером, ты понимаешь, что все-таки тренер был новатором. Он молодой был тренером, мы его первый возраст, и такие вещи делал. Ну, и плюс у меня семья футбольная. Отец покойный, брат родной, сейчас сын мой, племянник, мой крестный футбольный тренер Василий Валерий Петрович. Да, то есть у нас, ну, вот так, да, как-то так, с футболом из детства. Ну, вы сейчас упоминали тренера своего, собственно, сейчас уже сами, да, на тренерский путь вступили. Насколько это по-разному, по ощущениям, даже по волнению, может быть, перед матчами, на матчах, ответственность? Ну, я могу сказать, мне кажется, что как раз тренеру труднее, потому что... Ну, вот не знаю, как вам, Сергей. Как вам, Сергей? Ну, знаю, я не буду лезть туда, там, где я не собираюсь применять свои усилия. То есть там, где тренера работают со мной, команда, это их удел, мы туда не лезем. Скажу по себе именно. У нас микроколлектив, 3-4 вратаря. И прожив то, что я прожил в своей карьере, я знаю, как это тяжело, это эмоционально очень тяжело. Вроде всем кажется, что вратарская специфика, она такая легкая, стоишь себе, там тебе бегают, мучаются. На некоторых матчах думаешь, да вообще он это... И заскучать даже успел-то немножко. Ну, поверьте, внутри то, что происходит, это очень тяжело психологически. Ты устаешь больше от этого. Плюс постоянно нужно себя... Особенно быть врутером шерифа в молдавском чемпионате не всегда легко. В том смысле, что у тебя очень мало работы. И один этот момент, который может... Нужно выручить, а ты можешь быть не готов. Один удар, один гол, и как бы... И все начинают задавать вопросы, да. Поэтому в этом плане постоянно себя нужно держать в контроле. То есть тяжело. А когда ты еще и тренер после этого, и твои подопечные выходят на поле, ты за них, в принципе, не можешь это все сделать. Но все равно внутри играешь в суде, конечно, да. И ты внутри, да, на скамейке запасных, ты буквально за них каждый момент проживаешь. Поэтому, ну, действительно нелегко. Хочется вспомнить фантастический успех прошлого сезона. Вы вообще, да, вы находитесь, по сути, с командой постоянно. Но, тем не менее, вы могли поверить, что вот все будет так, что мы сможем поехать в Мадрид и обыграть там Реал? Вот по вашим ощущениям, это было реально для вас до того, как это случилось? Ну, наверное, футбол тем и прекрасен, что сложно предсказать результат любого матча. Да, но мы были, наверное, все-таки воодушевлены настроем нашего руководства, в первую очередь, нашего тренерского штаба, потому что они реально в это верят. Они, приходя на каждую тренировку, нам говорили об этом. То есть, ребята... То есть, вот такой настрой внутри был именно такой, да? Внутри, да, и ребята начинали так, тяжеловатые квалификационные раунды, то есть, пока вкатывались, пришли новые ребята. И потом как-то с каждой игрой постепенно приходила уверенность. То есть, действительно, ребята росли, команда росла на глаза. Поэтому, наверное, этот внутренний мотивационный посыл все-таки очень многое сыграл. Потому что мы, когда приехали на Барнабеу, блин, такое ощущение, что ребята приехали в какой-то Кишинев, грубо говоря, играть в Зимбру, настолько неспокойно себя чувствовали. Но это и чувствовалось. Об этом даже говорил, вот мы смотрели, и комментатор говорил, что нет ощущения, что как он метко пытался пошутить, что приехали сделать селфи со знаменитыми игроками, а приехали играть. Нет, нет, ребята приехали играть. Да, было тяжело. Да, понятно, что класс Реал Мадрида, но они из ПСЖ сейчас недавно проявили его. То есть, там уровень футболистов... Но почему-то как-то ребята были спокойны, делали то, что их просили. И были уверены, не скажу, что в победе, да, но в хорошем результате 100%. Это круто. Вы эмоциональный, если говорите, болельщик? Вот вы как радовались? Как вообще там болеть на скамейке запасных? При этом ты же понимаешь, что, ну, вы же как профессионал понимаете, да, и со стороны виднее, что здесь можно было так, здесь так, да. И как вот это можно все переживать на скамейке? Ну, пытаешься, во-первых, по регламенту, в принципе, может проявлять эмоции только главный тренер. То есть, больше двух человек, там, к бровке не может. А то есть, нельзя было вот спрыгнуть, ну, потому что мы кричали, мы прыгали, мы смотрели. Ну, вы там, да, мы здесь. Нет, ну, проявляли, конечно, эмоции, подсказывали тем, ну, опять же, полный стадион, кричат, навряд ли ребята нас слышали, ну, придавали энергию, скажем так, своими эмоциями, мы пытались им подсказать что-то. Ну, когда забил Себастьян, там... Я не представляю, как в этот момент. Остановить никого невозможно было. То есть, все туда на бровку, к нему побежали, там, куча малата. Не было ощущения, что спите, как будто, ну, как будто это невозможно вообще. Ну, если честно, знаю, Себастьяна внутри, вы же смотрите только вверх и в ноги. Да, конечно, поэтому нам хочется, да, вот услышать то, что изнутри. Он очень часто на тренировках и так забивает. То есть, у него левая нога очень хорошая. Поставлены очень хорошие удары. Но, как он после игры рассказывал, да, он говорит, что я туда прибежал, концовка игры, и когда этот мяч прыгающий был, я понимал, что если я его остановлю, меня начнут накроить, отберут мяч, контратак, и это очень опасно. Я уже все, что было, говорит, все силы, все эмоции просто в этот удар вложил, да, и оно, видите, как, футбольный бог он вернул. Да, очень здорово. Это было круто, фантастически просто. У меня еще такой вопрос. Понятно, что вот такой тоже вот успех, вот если мы уже вспоминали, да, 2003 год, но вот сейчас головокружительный, да, когда все просто, ну, я не знаю, в каком-то умопомрачительном состоянии находились от этого успеха. Это ее любимое слово, умопомрачительный, чтобы привыкать. Да, правда, но она очень подходит сюда. Но он пришелся вот сейчас, уже когда вы не на поле, да, вот Шериф попал в Лигу чемпионов тогда, когда вы уже в качестве тренера с командой. Немножко нет ли у вас некоторой грусти по этому поводу, что вы не как игрок выходили на поле, да, вот в такие победные для клуба месяца? Наверное, начнем с того, что когда я начал обучаться тренерскому ремеслу, получать свою лицензию тренерские, очень мудрый тренер один, он мне сказал, если ты хочешь быть хорошим тренером, в первую очередь ты должен себе убить футболиста. То есть, если ты будешь мечтать, тренируя кого-то, что ты завтра выйдешь на футбольное поле, то лучше этого не делать, лучше продолжай футбольную карьеру. И вначале было очень тяжело, честно, очень хотелось играть, переживать эти эмоции, потому что это адреналин, это удовольствие от того, что ты находишься там, болельщики, это круто. Но постепенно все-таки ты понимаешь, что все свои эмоции, всю свою энергию, все свое мастерство и знания ты должен вкладывать в ребят. И, нет, сейчас наоборот, я горд за Жоржа, что парень, конечно... Во-первых, в первую очередь нам повезло, что мы провели удачную такую селекцию, ну, в плане нашего микроколлектива, и выбрали его, Георгия, и руководство все сделало, чтобы он пришел к нам летом. И, ну, я за него очень рад, честно, парень молодец. Ну, а готовы были бы выйти на поле? Ну, вот сложились бы так обстоятельства. Ну, мне Юрий Николаевич всегда говорил, что готовься, мало ли чего, все может произойти. Вот мы с Интером, когда поехали играть, и... Ну, я, в принципе, внутренне всегда готов. То есть не хочу, но готов. Это здорово. Всегда готов, да, это главное. Это тоже, кстати, что-то из фильма, знаешь, про кунг-фу, мастер, который обучает, но всегда готов. Если надо, я буду готов. Чувствовали вот это какое-то невероятное единение от всей страны? Потому что мне казалось, что вот такого единства, вот в порывах радости, да, эмоций, вот давно, именно в масштабах, действительно, всей страны, мы такого не испытывали очень давно. Вот вы ощущали какой-то такой эффект от того, что происходит? Ну, конечно, во-первых, когда в Кишнев прилетели, нас действительно встречали. Хотя мы так особняком стоим в этом чемпионате, не все нас долюбливают, но в этом порыве, как бы, люди сигналили, встречали, хлопали. То есть реально какое-то объединение произошло. Плюс в соцсети, вы сами, наверное, читали много чего положительного. Вы сами писали много чего положительного. Мы сами говорили много чего положительного. Да, то есть многие ребята после игры просто даже, ну, наверное, наполовину не успели ответить, пока вот время это шло, с раздевалки до самолета, пока вернулись. То есть, ну, просто завал полный был. Нет, тогда невероятно, я помню, мы тоже закончили смотреть матч, и было ощущение, как можно сейчас пойти домой и лечь спать. Вот, правда, хотя... Хотелось этим поделиться, хотелось об этом рассказать. И вот по городу, просто по центральной улице шли, вот машины там пикали, люди сплакают с этими шахами. Ну, вот действительно, когда смотришь какие-то новости из больших стран, где вот, ну, есть прям культура боления, и когда болельщики просто гуляют всю ночь, ты испытываешь это в себе, и ты думаешь, вау, как это круто, и хочется еще. Правда, это было очень здорово. Да, да, поэтому сейчас хочется от нас лично, я думаю, что все болельщики присоединятся, еще раз поблагодарить за те эмоции, которые мы пережили. Это было, ну, фантастично. Причем мы говорим не о конкретном матче, да, потому что мы здесь именно Реалу уделяли очень много времени, ну, как такая, да, наша сказочная победа. Сему, вот этому, да, всей Лиге Чемпионов и Лиге Европы уже, потому что, ну, это было сказочно. Мы вот бы ходили на Брагу на стадион, да, и было даже немного, как ты, я потом про это и в эфире говорил, о том, что очень мало людей было, да, хотя, казалось бы, тоже это огромный футбол, это очень крутая команда, и наши ребята очень здорово выступали. Как я там болел, когда мы смотрели эти пенальти, я думал, что все, я хотел закрыть глаза, у меня уже не хватало эмоций, потому что, ну, правда, и вы на это подсадили в хорошем смысле слова, это очень здорово. Немножко не хватило, к сожалению, но были рядом. Были рядом. Это правда. Ну, вот в этом, как вы уже говорили, магия футбола, да, магия футбольного бога, что почти, и как раз вот это и есть в итоге сладость, несмотря там поражение или победу. Многие вообще же не верили в более-менее достойный результат, потому что мы потеряли, в принципе, с прошлого сезона много футболистов. Да, да, был определенный скепсис, конечно. Но ребята выглядели очень достойно. Очень достойно, это правда. Немножко не хватило. Чуть-чуть. Ну, еще мы свое догоним. Ну, вот раз уж мы обсуждаем какие-то результаты сейчас, хочется спросить о ваших футбольных мечтах еще. У нашего болельщика, который с клубом тоже практически 25 лет, но он говорил, я бы хотел, чтобы дальше, конечно, мы попробовали уже в плей-офф выйти. Говорит, ну, мне, говорит, не важно, через сколько это будет, может быть, я и там через... Но вот я бы вот хотел, моя мечта вот, ну, такая ближайшая, как бы даже, наверное, не мечта, а цель. А вот у вас есть такие футбольные мечты? Ну, пережив то, что пережили мы в прошлом году, наверное, одной из мечт остается то, чтобы это было стабильно. То есть эти большие турниры к нам в город, к нам в республику приходили каждый год. Потому что реально эмоции, объединение, какой-то позитив, который это все дает, оно дорогого стоит. То есть наше тяжелое время, я считаю, что прошлая осень была шикарная в плане позитива, в плане отношений. Вы очень еще скромно говорите, шикарно. Она была из-за фантастией, умопомрачительной. Вот, и, наверное, одна из мечт, чтобы это было постоянно, стабильно, и каждое лето, осень мы добивались этих успехов. Да, пусть так и будет. Ну, и, наверное, от вас, да, вот таким, мне кажется, логичным завершением нашей беседы будут поздравления для футбольного клуба, для всех фанатов. Да, просто для всего мирового футбола даже. Коль я провел большую часть своей футбольной карьеры в футбольном клубе Шериф и продолжаю трудиться в этом клубе. В первую очередь, наверное, я хочу сказать спасибо самому футбольному клубу за эту возможность, за ту свою игровую карьеру, сейчас тренерского руководства клуба, которое позволило мне это. Достижения совершить, все мои, в принципе, игровые достижения были связаны с футбольным клубом Шериф. И сейчас тренерский Лига Чемпионов тоже, поблагодарить руководство. Весь персонал спортивного комплекса Шериф, потому что работает очень много людей. Мы видим как бы вершину айсберга, то, что результат – футбольный клуб. А вокруг футбольного клуба медперсонал, ресторан, люди, которые помогают наводить чистоту в раздевалках. То есть всем этим людям низкий поклон, спасибо огромное, потому что они нам дают возможность думать о футболе, о своем прямом назначении. И руководству, менеджменту клуба, которые тоже огромнейший объем работы делают за все эти годы. Болельщикам сказать огромное спасибо за ту поддержку, потому что стадион кипел, стадион бурлил, как в Англии. Я не знаю, все домашние матчи, то есть настолько это было эмоционально и круто, что не передать. До сих пор это ощущается и нам терраспольчанам, и всем, наверное, гостям нашей столицы. Хочется пожелать, как я и говорил выше, чтобы это было каждый год, чтобы это было стабильно, эмоционально, позитивно. Потому что футбол объединяет действительно. И эти эмоции хочется испытывать чаще. Мы вас благодарим за те эмоции, которые вы подарили нам. Вообще за ваш такой путь футбольный, за те слова, которые вы говорили, да, о любви к своему городу, о любви к своей стране, к клубу. Это все так вот от души, так по-настоящему. И просто одно удовольствие сегодня начинать этот день с вами. Спасибо вам огромное. И вам спасибо большое за приглашение.